привет всем фанатам литровых спортбайков на мой youtube канал сегодня я расскажу о своем новогоднем подарке я получил новую камеру фирмы drift это гост с скажу честно восторгу не было предела но обо всем по порядку значит сначала хочу поблагодарить всех участников опроса в помощи выбора новой камеры надеюсь вам понятно что я не проплаченный клиент и рекламы не занимаюсь как это например делают другие персонажи на ютюбе теперь что касается самой камеры то впечатление самые свежие так сказать по горячим следам и так камера стоит на сегодняшний день 369 евро запакована она в картонную коробку в специальном футляре и этот футляр запакован в целлофан распаковав и вытащив ее из футляра обнаружился такой негативный аспект сама камера собрана неправильно у нее две кнопки перепутаны это вы видите на фото не знаю что там курили или какой одноглазые и собирал но честно сказать уже такой неприятный осадок в подаренном предмете думаю было неплохо написать письмо дрифту так сказать поздравить их с новым годом теперь идем дальше помимо камеры и батарейки в наборе есть еще адаптер шнур для микрофона и кабель для подзарядки камеры инструкция на всех европейских языках кроме русского есть крепление для лыжных очков две монтажные липучки с прямым и выпуклым дном дистанционный пульт управления дополнительная задняя крышка ремешок для дистанционного пульта и универсальное крепление для всех дрифтовских креплений а теперь значит о сравнительных преимуществах этой камеры и причины выбора одной из причин было то что контур ром плюс два gps не может снимать если угол наклона камеры больше 40 градусов так как линзы привязаны к гироскопу и вибрация постоянно отключала функцию записи если камера была установлена на зеркале моего байка думаю дрифт камеры этой болезни не страдает теперь о преимуществах у дрифт камеры стоит 12 мегапиксельная линза для сравнения в старой камере было всего 5 мегапикселей в общем выходит так что это такой рывок вперед потом у дрифта есть такое свойство как водонепроницаемость до трех метров на 30 минут очень нужная вещь при грозовых осадках также в нее встроен монитор можно сразу посмотреть или стереть неудавшийся видео еще она делает фотки причем во время видео съемки есть десятикратный зум разные диапазоны угла атаки формат спаривания с другими гостами с есть еще дистанционное управление там функция стрельбы в очередью замедленная съемка и функции использования камеры как видеорегистратора в машине и самое главное что все эти настройки переведены для удобства на русский и еще камерой можно управлять через смартфон при помощи специального приложения дистанционный пульт работает четко с метров 20 25 под открытым небом он берет сигнал не брыкаясь в здании выходит где-то максимально 10 метров теперь о негативных сторонах батарейка заряжается приблизительно четыре часа и дистанционный пульт тоже заряжается четыре часа но прикол весь в том что всего один зарядный провод в общем чтобы все было готово нужно 8 часов времени для меня этом лип сильно много поэтому это скорее минус проще было бы сделать подзарядный кабель на две развилки а так придется еще один покупать батарейка в дистанционном пульте не вытаскиваемая для меня это тоже решение недостаточное настройки в камеры тоже слабые мне они не сильно понравились там все нужно настраивать самому это снова потеря времени я бы хотел чтобы в камере была кнопка допустим включил или переключил на кнопку и у вас получилось четкое видео так включаешь камеру и у вас самые худшие настройки в ней настроены вот я считаю что если эта камера в high definition то и настройки должны быть уже на high definition в худшем качестве я сниму на свою старую камеру или допустим на телефон еще сильно пригодилась бы такая функция как допустим стендбай через вай фай этой функции нет эта функция хорошо бы помогла если допустим камера стояла бы за спиной байкера и допустим или линзой назад то не нужно было слазить мотоцикла чтобы ее включить или выключить так получается на постоянно жрет батарейку в надежде что она будет снимать сами знаете удачные кадры происходят случайно поэтому с такой функция как говорится было бы великое преимущество среди других камер такая так называемая спонтанная съемка через пульт дистанционного управления потом меня удивило даже сказал бы сильно удивило соединение моего смартфона samsung с 5 и дрифт камеры оказалось это все не так просто как разрекламировано пришлось сначала обновить версию софта на дрифт камере и только потом они как говорится стали друг друга видеть но скажу сразу работает это все с зависанием и разница где-то между тем как снимает камерой то чтобы показывать телефон где-то две секунды и после того как вы допустим выключаете телефон это вай фай после этого камера зависает и на ней ни одна кнопка не работает на этом мониторе камера пишет in processing функции у нее никакой нет и поэтому такое свойство у нее что чтобы она снова работала нужно открыть заднюю крышку и вытащить батарейку потом для меня уже как-то привычнее стало что камера с gps-ом такое приятное удобство вот в старой камере можно было смотреть где дороги и повороты позволяют пробег на максимальной скорости в этой камере такой функции нет и в заключении такие нейтральные впечатления карту памяти надо выбирать самому ее в этом в наборе нету и брать надо карту выше 6 класса я пользуюсь 32 гигабайтами 10 класса на это должно хватить где-то пять часов шесть часов фильма вот еще если использовать монитор для настройки горизонта то только так чтобы он был либо слева либо справа а если монитор стоит вверх или камера стоит монитором вверх то теряется трехмерное изображение и глаза и мозги не воспринимает где вверх где низ в двух плоскостях и получается такой своеобразный обман зрения дальше я вам покажу пару скринов своих настроек если у вас возникнут трудности с этим и еще вас ждет дополнительный видео бонус не забывайте ставить лайки не стесняйтесь задавать вопросы добавлять свои комментарии поделитесь своими впечатлениями об этом видео со своими друзьями ну и теперь как обещал дополнительный бонус к видео я прикупил дополнительное крепление от дрифта для трубчатых предметов размером от 12 до 40 миллиметров за 25 евро и от этого крепления тоже не особо в восторге сам пластик впечатляет сделан он на совесть к пластику претензий нет если он упадет на землю он сразу не расколется но само крепление но вешается на болты и гайки то есть от бешеной вибрации на байке все что крутится то обязательно раскрутиться в самый неподходящий момент и на этом не было у вас дрифт камеры можно очень все легко потерять верхний держатель так закреплен что при настройке угла камеры гайку чуть было не потерял вот пришлось эту конструкцию маленько доработать там хватило поменять просто болты гайку местами и при возможности я поставлю другие более надежные нижняя скобка тоже закручивается до упора двумя болтами двумя гайками никаких щелчков фиксации или чего-то подобного там нету там как закрутил так закрутил в общем я как считаю это вся система очень слабая и ненадежная как она снимает и будет ли это крепление надежная на высоких скоростях это еще предстоит проверить в недалеком будущем вот такие вот выводы и такие впечатления на этом у меня все до встречи в следующем выпуске на канале speed raptor 2013